Труд педагога — это очень благородное, но и в то же время очень ответственное дело. Для многих преподаватели являются наставниками, примерами, друзьями. Максимальное вовлечение студентов в процесс обучения показывает профессиональный уровень педагога. Побывав на открытых уроках в рамках мероприятия «Педагогический дебют», мы увидели, как каждый участник готовился к этому конкурсу. В Ставропольском государственном аграрном университете для поддержания мотивации молодых сотрудников прошел конкурс профессионального педагогического мастерства среди преподавателей СПО «Педагогический дебют». Я жду от конкурсов совершенствования педагогических компетенций у молодых преподавателей, чтобы они взяли именно что-то новое для себя или совершенствовали то, чем уже обладают. И результат не важен, кто займет первое, второе, третье место. Нам важен итог их компетенции, насколько они их усовершенствуют. Первый раз конкурс состоялся в аграрном в 2021 году. Затем из стен вуза он вышел на уровень Северокавказского федерального округа. В этом году за право стать лучшим боролись 14 молодых педагогов со стажем до 3 лет. Я не жду каких-то огромных результатов, потому что, конечно же, хотелось бы победить, конечно же, хотелось бы пройти на оригинальный этап конкурса. Посмотрим, как получится, как выберет шури. Это тоже не всегда от нас зависит. Но я стараюсь выложиться на полностью, на максимум, на 100%, чтобы все мои возможности, все мои идеи живить в жизни, и чтобы люди в них посмотрели, сказали, «Это очень хорошо, тогда ты победитель». Любой конкурс – это творческий вызов. Преподаватель – это сам по себе творческий человек. Если мы не будем заниматься творчеством, то у нас получатся абсолютно скучные занятия, студенты туда не захотят идти. Стремление к самосовершенствованию должно помогать педагогу двигаться вперед. Подготовка проходила тоже в интересном творческом порыве. Поставили перед нами задачу организовать этот корпус. Мы, преподаватели, сразу принялись думать, что можно сказать интересного, как можно занимательно поднести материал, чтобы не было скучно не нам, как участникам, чтобы не было скучно зрителям, которые сидят и смотрят все это, и не было скучно студентам, потому что преподаватель – это всегда некое отражение студентов своих. Участники прошли несколько этапов, которые включали в себя визитку на тему «Я и моя профессия», а также открытые уроки, на которых они представляли экспертам свои способы обучения студентов. Нам удалось не только побывать на нескольких таких уроках, но и узнать о некоторых из методов лично у преподавателей. На данном открытом уроке я продемонстрировала различные подходы. В первую очередь, это интерактивное представление материала, так как визуализация очень помогает студентам закрепить пройденный материал. Это, конечно же, их участие в этом уроке, потому что, пройдя, например, на данном занятии, пройдя цикл обслуживания, мы закрепляли каждый этап какими-то определенными задачами и обратной связью студентов. То есть, задавая вопросы, они получали конкретное понимание и давали ответы. В ходе конкурсных испытаний участникам была дана возможность показать свое мастерство педагогике, научиться чему-то новому, поделиться своим опытом с другими. Проделанную преподавателями работу оценивали эксперты, как из аграрного университета, так и приглашенные гости. Подготовка проходила довольно интересно, потому что у нас сейчас разноуровневые задания, то есть с первыми курсами у нас ОБЖ, со вторыми у нас безопасность жизнедеятельности, темы уже с чрезвычайными ситуациями у кого-то начались, у кого-то закончились, с ребятами, которыми сегодня проводили занятия, было знакомство со средствами защиты, у кого-то оно только сейчас проходит. Готоваться непосредственно по материалам, которые мы каждый раз стараемся улучшить, улучшить и улучшить. Так как материал у нас довольно популярный, известный, они уже в большинстве своем немножко были знакомы с ним, потому что еще по школьному курсу все это проходится. Деятельность учителя и наставника – это нелегкий, но благородный и востребованный труд, который пользуется особым почетом. Учитель – это человек, который не только преподает дисциплины, но и помогает молодежи стать самостоятельными, образованными, добрыми и честными. И наши преподаватели каждый год доказывают, что они лучшие в своем деле. Татьяна Дятлова, Эдуард Хачатрян, Руслан Плетнев, пресс-служба Истагао.